Коллеги, всем доброго утра. Давайте мы еще минуточки 3-4 подождем, пока соберутся все наши участники, и тогда начнем. Андрей, приветствую. Добрый день. А те, кто уже подключился, ставьте огонечки, если все хорошо слышно и видно, чтобы мы понимали, что у нас со связью все хорошо. Так, пошли огонечки, отлично, коллеги. Отлично. Ждем еще минутки 2. Коллеги, подскажите, кто из вас подключился, из каких регионов, пока мы ждем. Интересно, какая у нас аудитория сегодня собралась. Так, Москва, Санкт-Петербург, отлично. Урал. Так, смотрю, что интерес у нас прям по всей России. А, Минск, еще Беларусь у нас сегодня здесь, отлично. Ростов-на-Дону, Казань, снова Санкт-Петербург. Очень рада, что вам тема текущего вебинара привлекает такое количество участников, в том числе из разных регионов. Очень надеюсь, что вам она сегодня понравится. Ну и дальше уже мы сможем эту тему с вами продолжить в рамках будущих вебинаров, либо же там вы можете со своим менеджером уже конкретно обсудить вопросы интеграции. Смоленск. Добрый день, Смоленск. Так, ну я думаю, что можно потихонечку начинать. Коллеги, я рада вас сегодня приветствовать на нашем очередном вебинаре. Тема сегодняшнего вебинара «Акселот ТМС в IT-ландшафте предприятия». И прошу вас проверить еще раз связь. Если там плохо слышно или плохо видно, то прошу вас перезагрузить страничку. Сегодня вебинар буду вести я. Меня зовут Оксана и мой коллега Андрей. Так, тогда я предлагаю начать. Немножко расскажу про тайминг сегодняшнего вебинара. В целом он займет минут 40. Я в течение пяти минут расскажу небольшую вводную по текущей тематике. Далее передам слово Андрею, и мы ответим на ваши вопросы. Сразу хочу отметить, что в ходе рассказа в течение вебинара мы не будем видеть ваши вопросы в чате, но вы сможете смело их туда писать. В конце вебинара мы чат откроем и будем отвечать на ваши вопросы. Итак, ТМС не живет сама по себе. О чем здесь хочется сказать? О том, что когда компания задумывается о том, что нужно автоматизировать транспортную логистику, конечно же, система ТМС должна вписаться в текущий IT-ландшафт предприятия, потому что ей потребуется взаимодействовать с различными смежными подразделениями, с системами, поскольку информация из ТМС должна загружаться в нее для того, чтобы наполнить ее данными, например, теми же самыми справочниками, или опять же заказ должен на перевозку прийти откуда-то извне. И также система ТМС должна тоже отдавать во внешние системы информацию о статусе доставки, информацию о стоимости заказа для того, чтобы в дальнейшем формировать счета. И здесь хочется отметить, что ТМС в отрыве все-таки от текущего контура, конечно, там жить ей будет сложно. Возможно, но сложно. Какие же преимущества интеграции дает Axelot ТМС, если мы ее вписываем в контуры текущей IT-ландшафта компании? Здесь мы должны сказать о том, что мы минуем двойной ввод информации. Если же у нас интеграции нет, то информацию нужно будет заводить как в ту же корпоративную систему, например, по заказу. Эту же информацию нужно дублировать в систему ТМС. Это увеличивает количество времени, также это приводит к ошибкам ввода ручного. Поэтому интеграция позволяет упростить процесс передачи и исключить ошибки человеческого фактора. Также хочется отметить, что интеграция ТМС в IT-ландшафт предприятия на самом деле осуществляется достаточно просто, особенно если мы говорим про интеграционные решения, а в частности про шину данных в датарионной платформе, которую мы часто используем в своих проектах. Это где-то порядка 90% из всех проектов используется шина данных для передачи информации, поскольку там есть возможность и диагностики в случае, если при интеграции случились какие-то заминки, и там можно быстрее будет возобновить процесс обмена. Также мы говорим о том, что с появлением системы ТМС у нас становятся данные более качественные. Почему? Потому что до этого момента, например, менеджеры могут вводить адреса по-разному, например, город Москва, улица Дакукина, либо же улица Дакукина, город Москва. И в этом случае передача информации из-за системы корпоративной, системы ТМС может осуществляться очень некорректно, дублироваться адреса, поэтому в случае с вводом этой системы на предприятие мы в том числе и нормализуем информацию, потому что все-таки должен быть порядок при загрузке и выгрузке данных для того, чтобы все было красиво, качественно и чтобы информацию мы получали оперативно. А сейчас переходим непосредственно к основной теме – это взаимодействие аксиол со смежными системами, что же это за система, какими данными обменивается наша ТМС с этими системами. И хочу передать слово Андрею для того, чтобы он уже непосредственно перешел к самой теме. Итак, Андрей, расскажи, почему система ТМС должна обмениваться с корпоративной системой и с окружающими системами, чем это упрощает труд логистов? Да, Оксана, спасибо. Но если перейти к вопросу, то, во-первых, это, конечно же, время передачи информации. То есть, когда мы лишены интеграции между, скажем, частями управления нашим предприятием, то есть между системами различного класса, нам приходится передавать информацию по почте, звонком, лично каким-то образом, на бумаге и так далее, что, естественно, занимает много времени и может приводить к задержке именно в рабочих процессах. Интеграция позволяет время минимизировать практически до нуля, то есть благодаря, опять же, решению данных информация передается достаточно быстро, то есть при создании какого-то документа в одной системе этот документ через несколько секунд появляется в другой. Также все обновление информации по каким-то данным одной системы происходит почти мгновенно в других системах, смежных с ней. Соответственно, естественно, использование интеграции между компонентами предприятия существенно облегчает работу и минимизирует время. Во-вторых, это, естественно, исключение человеческого фактора, то есть исключение ошибок при передаче информации из одного подразделения в другое. То есть тут мы что ввели в одной системе, то мы получили и в другой. Нет никаких ошибок при передаче данных. Так, тогда идем дальше. Да, давайте пойдем дальше. Я бы, наверное, вернул все-таки в предыдущий слайд про потребности. Тут хотелось бы сразу рассказать про то, из каких блоков вообще состоит система от МОС и заострить внимание на том, что почти на каждом этапе используется интеграция с внешними системами. То есть не то чтобы использоваться, но возможно использование на каждом этапе. Какие этапы у нас вообще при обработке данных в системе ТМС существуют? Это, во-первых, фиксация потребностей перевозки. То есть это все начинается. Нам нужно перевести какой-то груз из точки А в точку Б или по какой-то схеме перевозки. Соответственно, возникает некая потребность, которая фиксируется соответствующими документами. После фиксации обработки потребностей вступает в роль блок планирования маршрутов и формирования, собственно, рейсов. После формирования рейсов мы приступаем к подбору перевозчиков. На самом деле некоторые этапы могут быть поменены местами. То есть мы сначала можем подготовить какой-то транспорт, потом уже сформировать рейс. Но сейчас не об этом. После того, как мы спланировали рейс, нам необходимо подобрать какой-то транспорт под эту перевозку. Соответственно, мы можем взаимодействовать с перевозчиками и использовать собственный транспорт, если он у нас есть. После того, как мы спланировали рейсы, подобрали перевозчиков, у нас начинается исполнение перевозки. На этом этапе тоже есть некий фактор интеграции с другими системами. После того, как мы выполнили рейс, здесь стоит сразу отметить, что есть, опять же, использование собственного парка. То есть это учет КСМ, это путевые листы, что тоже так же может интегрироваться с внешними системами, такими, как бухгалтерия, например, да, или... И плюс мы здесь работаем все-таки с водителями, да, соответственно, есть такой фактор, как зарплата, премии, штрафы какие-то и так далее. То есть тоже система на этом этапе фиксирует все эти моменты и может выгружать уже финансовые данные в какие-то внешние системы. То есть в ту же бухгалтерию, в ту же зуб и так далее. Ну, естественно, после всего процесса перевозки нам необходимо рассчитать стоимость этой перевозки, что тоже будет отражаться в интеграции с внешними системами. Вот. Ну, кроме того, естественно, система ТМС может работать автономно, но это больше актуально для транспортных компаний, где система ТМС является мастер-системой, да, в которой как раз-таки ведется первичная вся работа. Вот. Но все-таки наша тема сегодня про интеграцию внутри IT-инфраструктуры компаний с другими системами, поэтому рассмотрим как раз-таки первый вариант. Итак, что касается потребности перевозки, да, потребность может формироваться на основании нескольких, скажем, документов, да. Это, во-первых, какая-то входящая логистика, то есть это внутренние перемещения, которые отбружаются у нас с нашего склада. Это какие-то, точнее, которые поступают на наш склад, если мы говорим про входящую логистику. Это какие-то заказы поставщикам, то есть это то, что привозится к нам. Соответственно, в корпоративной системе под каждое такое перемещение товаров, да, существует соответствующий документ. Это исходящая логистика, да, опять же, то есть это какие-то отгрузки покупателям, опять же, перемещение на другие наши склады и так далее, что тоже является, ну, соответствующими документами, да, в системе, в корпоративной системе. Наша задача в данном случае, да, с помощью интеграции все эти документы передать в систему ТМС, в которой на их основании будут формироваться заявки на перевозку груза. То есть ТМС это как бы один документ. Соответственно, здесь нам обмен помогает собрать разные типы данных, то есть разные типы документов, да, и сформировать на их основании один документ в системе ТМС. Кроме того, на этапе, так скажем, обработки потребности, да, то есть ее фиксации в системе, возможно, некая обработка данных, которые поступают, а также их некоторое обогащение. Например, если у нас в заявках там указаны какие-то временные окна доставки, то система может использовать эти временные окна, которые были заданы в корпоративной системе, но, допустим, для случаев, когда есть некий график доставки, который фиксируется и формируется в ТМС, то, соответственно, уже ТМС определяет временные окна и может обратно в корпоративную систему передать эти данные. Ну, то есть рассчитать эти временные окна внутри ТМС и сообщить, скажем, менеджерам, когда возможна эта доставка. То есть еще на этапе подготовки, так скажем, обработки потребностей, да, мы уже можем понимать в корпоративной системе, когда эта заявка может быть доставлена. Также, ну, по поводу обогащения данных, то есть, да, то есть в этом случае ТМС содержит, так скажем, какие-то логистические параметры, да, какую-то географию доставки, то есть по направлению перевозки, по географическим зонам. Это также информация там по адресам отправления, по адресу получения, каким-то промежуточным точкам может обрабатываться, и, соответственно, в заявке будут уже назначены какие-то там направления перевозки, зоны доставки и так далее. Вот. И, соответственно, это также может быть передано в обратную сторону, то есть в корпоративную систему, для того, чтобы там какие-то принимать уже решения дальше. Здесь также стоит отметить еще про, не только про взаимодействие с корпоративной системой, но и с складской системой, с классовой МС. То есть на этапе формирования потребностей заявка поступает не только в МС для планирования рейсов, но и в МС для планирования отгрузки со склада. Соответственно, все это происходит одновременно, и на стороне ТМС логистика может уже заниматься какой-то обработкой этих заказов со своей стороны, а складская логистика может уже начинать обработку этих заказов на стороне склада. Вот. Далее. Как раз мы переходим к следующему слайду, это грузовые места. Здесь... Андрей, перед тем, как перейти к следующему слайду, давай мы поясним нашим участникам, почему все-таки требуется интеграция ТМС с ВМС, или, по крайней мере, желательно такая интеграция, ведь из ВМС в корпоративную систему тоже поступают необходимые данные, которые могут оттуда же поступать в ТМС. Вот почему нельзя данные для ТМС получать через корпоративную систему? Почему обязательно интеграцию делать в том числе между ТМС и ВМС? Ну, здесь на самом деле все достаточно просто. Опять же, если говорить про классы систем, то ТМС и ВМС – это все-таки системы, которые управляют логистикой предприятия и содержат свои данные, то есть какие-то логистические параметры грузообработки. Соответственно, обмен между ТМС и ВМС необходим, так как в корпоративной системе могут отсутствовать какие-либо данные, касающиеся логистики. То есть там есть потребность, надо перевести из точки А в точку Б, там груз номер один. Но какие правила обработки этого груза будут, какие правила доставки груза, они не указываются в корпоративной системе. То есть мы здесь получаем именно уже обогащенные данные, которыми можем обмениваться именно с логистической точки зрения. Спасибо за ответ. Надеюсь, ответил на вопрос. Далее, когда у нас происходит уже именно грузообработка на складе, либо мы имеем какие-то нормативно-справочную какую-то информацию об весогабаритных характеристиках груза, если мы говорим о товарном составе, то есть у нас есть какие-то товары со своими ВГХ, со своими упаковками, у которых есть определенная кратность. То есть на этапе обработки грузовых мест в ТМС мы можем уже примерно представлять себе, сколько будет занимать место груз данной заявки. Ну и, соответственно, сформировать некоторые грузовые места. Например, у нас есть какая-то кратность упаковки, есть какой-то набор упаковок для определенной номенклатуры. Соответственно, мы можем представить, сколько, например, по лет будет занимать груз по данной заявке. Кроме того, в связке с ВМС-системой мы можем уже получить какие-то конкретные данные, уже как будет, собственно, скомплектован данный товар на складе. И здесь, опять же, мы от ВМС на этапе завершения комплектации уже можем получить данные, как скомплектован, собственно, товар по заявке. И уже используя эти данные, выполняем более точное планирование маршрутов. То есть подбирать необходимый транспорт с учетом, формировать необходимые рейсы с учетом как раз-таки грузовых мест уже по заявке, да, а не просто голых товаров, так скажем, их количества. На этапе формирования рейсов что происходит у нас, опять же? Во-первых, заявка начинает обрабатываться, и логист или менеджер включает эту заявку в какие-то рейсы, это, соответственно, меняет какой-то свой статус. На данном этапе, как правило, уже запрещено редактирование заявок на стороны корпоративной системы. То есть если мы уже заявку включили в какой-то рейс, она занимает в нем какое-то место, и ее редактирование уже, в принципе, запрещено. То есть нельзя, допустим, будет уже поменять в заявке адрес отправления или адрес получения, или, например, добавить какой-то товар, потому что уже произошла обработка этой заявки в системе ТМС, и рейс, собственно, сформирован. В этом случае ТМС может отправлять некий статус в корпоративную систему, на основании которой можно реализовать блокировку изменений заявки. То есть мы получаем тут такой обмен данными именно по статусу обработки заказов, или заявок на перевозку. При формировании рейса, опять же, происходит обмен данными с ВМС-системами. То есть мы передаем на склад уже информацию о сформированных рейсах, то есть в какие рейсы включены заявки, и склад уже имеет представление, где складировать груз в зоне отгрузки, то есть как комплектовать заказы друг с другом уже на воротах отгрузки. Кроме того, в системе ТМС можно также использовать учет складских ворот, и, соответственно, выбирать на этапе формирования рейсов уже назначать какие-то ворота, и также передавать эту информацию в ВМС. На складе будет еще больше данных о том, куда собирать данные заказы. После того, как мы сформировали рейс, мы занимаемся уже подбором транспортных средств. То есть тут у нас, опять же, два пути. Это либо подбор перевозчика сторонних компаний, либо это собственный парк. Что касается подбора перевозчика, здесь также есть взаимодействие. То есть мы взаимодействие с перевозчиком оставляем в одном информационном поле. То есть система позволяет предоставить доступ всем перевозчикам, с которыми заключены какие-то договорные отношения, и взаимодействие происходит именно внутри системы. То есть в ВМС создается некая заявка на транспортное средство. Перевозчики эту заявку видят и могут предлагать свои цены, свои машины и так далее. Также доступен режим торгов, то есть салкцион, где перевозчики могут делать свои ставки и, соответственно, предлагать цены и транспортные средства. В этом случае... Да, Андрей, давай я, наверное, тоже немножко дополню. Сейчас тема нашего вебинара, она посвящена больше интеграции внутри IT-ландшафта компании. Но в то же время не надо забывать о том, что есть еще и внешние сервисы, которые также интегрируются с нашей системой по API. В том числе мы говорим про внешние порталы перевозчиков, откуда мы получаем информацию для того, чтобы в том числе устраивать, например, тендер на выбор перевозчика. Поэтому здесь можно сказать о том, что мы не ограничиваемся только кругом систем, которые в контуре предприятия присутствуют. Если мы говорим про собственный парк, то здесь мы уже назначаем на наши рейсы собственные транспортные средства, которые у нас есть в наличии, которые у нас есть в доступе. И, соответственно, нам надо этот парк как-то учитывать. В этом случае у нас есть тоже ряд, так скажем, процессов, которые это обеспечивают. То есть это, например, принятие к учету транспортных средств на баланс, опять же, списание транспортных средств, учет топлива, учет материалов, запчастей, учет ремонтов. И вся эта информация, которая накапливается и ведется в ТМС, естественно, она не должна оставаться внутри этой системы. То есть мы также можем эту информацию передавать, например, в систему бухгалтерии, где будут фиксироваться те же самые данные по амортизации транспортных средств, данные о поступлении, списании материалов каких-то и так далее. То же самое касается и топлива, собственно. Здесь же можно сказать, что фиксируются затраты на топливо, то есть это заправки на каких-то автозаправочных станциях, это могут быть заправки на собственных складах, соответственно, все движения топлива также могут быть переданы в систему бухгалтерии для, соответственно, уже финансового учета. Естественно, здесь у нас участвуют наши сотрудники, то есть это водители, которые, собственно, выполняют перевозку на наших транспортных средствах. По водителям тоже существует ряд, ведется ряд данных, которые могут быть использованы в других системах. То есть это, опять же, учет рабочего времени, то есть некий табель, который составляется плановый, фактически сколько отработал сотрудник, что влияет на его зарплату. Это какие-то расчеты премиальной части, то есть мотивационная часть, которая может быть рассчитана в системе ТМС на основании, опять же, данных рейса, то есть работы сотрудника, конкретно уже по каким-то параметрам, то есть количество рейсов, время, проведенное в этих рейсах, количество точек, которые он объехал, выполнил ли он какие-то доп. операции в точках, какие-то погрузки, разгрузки и так далее. Все это можно аккумулировать. Рассчитывать некую премию и, соответственно, также эти данные выгружать в системы и бухгалтерии, в системы управления зарплатой для, соответственно, начисления уже заработной платы сотрудникам и учета их рабочего времени. Так, следующий слайд. Естественно, на собственный парк выполняется выдача путевых листов и фиксация топлива, то есть это и в том числе и пробега. В этом случае засчитывается как плановый расход топлива, так и фактическое отражение, да, отражение расхода. То есть это учет и заправок, учет, там, заправок за наличный расчет по топливным картам и, соответственно, все данные по расходу топлива, а также по использованию топлива, да, могут быть выгружены в бухгалтерию. Ну и, собственно, общие, да, слова про интеграцию. То есть это неотъемлемая часть, да, в инфраструктуре компании, когда у нас все системы связаны одним каким-то контуром, все находится в одном информационном поле, исключается минимизация, опять же, да, человеческого фактора, исключаются какие-то ошибки в передаче информации, плюс это, естественно, скорость передачи данных. Тоже исключаются какие-то задержки в передаче информации между подразделениями компаний. Я здесь тоже хочу дополнить. Как правило, в рамках проекта там интеграция уделяет особое значение, потому что нужно проработать вопрос интеграции там с теми стены, которые будут отдавать данные, да, в ТМС и ТМС, которые будут отдавать данные. Вот, поэтому здесь зачастую в рамках проекта мы сталкиваемся с тем, что на стороне заказчика возникает там ситуация, да, когда, например, там текущие ресурсы, они сильно перегружены и, к сожалению, не могут уделять должного внимания и времени этому вопросу. Вот, поэтому здесь мы со своей стороны, если вы видите, что у вас там есть высокая загрузка текущих ресурсов, то мы готовы вам предложить интеграцию на стороне корпоративной системы, если она разработана на платформе 1С, выполнить своими силами, поэтому если есть такое желание, там нет возможности самостоятельно, то мы готовы предложить в данном случае интеграцию под ключ. Вот, поэтому тоже имейте в виду, когда придете к нам с запросом на внедрение системы TMS, то такие работы мы тоже оказываем. Так, ну что, Андрей, у нас на этом вебинар подходит к концу. У нас последний слайд, так что давай... Нет, 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 не последний. К нам сейчас присоединился Артем, он покажет непосредственно, как происходит обмен между TMS и корпоративной системой на примере некоторых бизнес-процессов. Артем, ты очень вовремя подключился. Мы же хотели переходить к блоку вопросов, да, ну давай, ты нас впередил, поэтому расскажи, как это происходит на деле и покажи нам, как это выглядит в системе. Да, сейчас продемонстрирую экран. Подскажите, когда его будет видно. Сейчас как раз на экране у вас видна наша система DATRION, которая установлена в две системы. Это наша система TMS по управлению транспортом и корпоративная система конфигурации управления торговлей. У вас на экране сейчас показывается настройка и показано, что все у нас запущено. Да, один из основных у нас бизнес-процессов это поступление заявок на перевозку к нам в TMS, по которым мы, по тем заявкам мы уже можем с вами планировать рейсы. Здесь у нас уже все настроено, то есть оператору достаточно только провести документ, в нашем случае это реализация товаров, услуг. После чего... Сейчас он чуть-чуть загрузится. И давайте перейдем с вами в TMS. Здесь с вами посмотрим... Так, сейчас он еще загружается. Здесь мы можем связывать несколько систем, не только TMS и корпоративную систему, но также еще и систему WMS. И все они будут взаимодействовать между собой посредством нашей шины, D3on, D3on платформ. И в целом все документы, которые содержат у нас номенклатурные позиции и клиентов, и либо склад, то есть точку отправления, точку получения, все мы их можем синтегрировать. И вот у нас с вами как раз на экране отобразилось то, что к нам в TMS пришла заявка на перевозку груза. Здесь у нас заполнены основные партнеры, заканчивается отправитель-грузополучатель. Здесь также у нас номенклатурная позиция, позиции точнее. И после чего мы с вами переводим нашу заявку, чтобы ее уже можно было спланировать. И сейчас, так как мало времени, давайте покажу в ручном режиме, как это у нас планируется. То есть мы... Наша система создает рейс, распоряжение, где уже указывается главный ресурс, то есть это наше транспортное средство, кто является перевозчиком. Здесь у нас также есть планируемый маршрут, то есть вся информация, которая нам необходима для перевозки, либо водителю для прохождения рейса. Ну и здесь у нас после перевода к выполнению мы уже можем наш рейс выполнять, соответственно, и его проходить на мобильном устройстве, к примеру. Теперь, наверное, можно переходить к вопросам. Да, Артем, спасибо. Я тут хотел также добавить некую ремарочку, что инициализация обмена, она возможна при различных условиях. То есть в данном случае, Артем показал, что при проведении реализации у нас выполняется, собственно, формирование сообщения на выгрузку и передача данных в автоматическую систему. Это возможно настроить на уровне именно интеграции, интеграции на различные условия. То есть, например, при записи документа, при проведении документа, при изменении его статуса, что вот особенно актуально в системах ВМС и ТМС, когда у нас заявка меняет какой-то статус, допустим, новое на планирование, или изменяется статус документа обработки на стороне склада, то есть, когда выполняется комплектация, когда выполняется отбор сечей хранения и так далее. То есть, интеграция позволяет настроить вот эти моменты, чтобы мы в нужный момент времени получали данные. В то же время, стоит отметить, что, возможно, более глубокая настройка таких условий, как, например, выгрузка реализации происходит только после того, как мы получили сведения об ее оплате. Это даже можно повесить на шину, то есть, на данный функционал. Шина будет ждать, пока придет информация о оплате, и только тогда уже передаст данные в остальные системы, которые подключены к этому потоку. Теперь можем перейти к вопросам. Продолжение следует... Продолжение следует...